Привет! Очень часто мои дистрибьюторы, новые особенно партнеры, только вошел в бизнес и задают мне такой вопрос. Скажите, Олег Григорьевич, вот у меня есть знакомый в Чехии, вот как бы мне его зацепить? Или у меня есть друзья в Сирии, вот как бы мне их подписать? Вот у меня есть один знакомый, он мой одноклассник, я 20 лет его не видел, но знаю, что он живет в Новой Зеландии. А как бы мне вот его зацепить? Я говорю, а зачем? Ну как же, он же в Новой Зеландии живет. Я говорю, ну а зачем? Ты где живешь? Я живу здесь, в Харькове. Слушай, в Харькове больше миллиона людей, они живут рядом, на расстоянии протянутой руки. Тебе нужно найти человека обязательно в Сирии или в Новой Зеландии и возиться с ним потом, доставать его через океаны и помогать ему зарабатывать деньги. Ты что, сумасшедший что ли? Найди вот здесь, рядом, вокруг себя, Колю, Петю, Машу, Федю, Наташу, которые рядом, на расстоянии протянутой руки. Ты что? Нет, я понимаю, да это все ясно. Но вот и опять, и как бы я ни говорил, я сталкиваюсь с удивлением, вижу, что они не среагировали, они продолжают тратить время, энергию, усилия на то, чтобы размышлять и гадать, как же нам зацепить этого человека. А если они его зацепили, то они возятся с ним в Италии где-то там. В совершенно других обстоятельствах живет человек, в другой среде, она неведома нам. Нет, они его достают. Почему? Я сам был такой. Этот закон называется «Дальние поля зеленей». Вот кажется, дальние поля зеленей. Есть история известная на весь мир. Ее тысячу раз уже повторили умные люди о том, как один человек в Африке, в Южной Африке, во время алмазного бума, узнав о том, что люди кругом копают, бьют шурфы и достают алмазы, продал свой участок, пошел в Африку, три года ходил по Африке, искал алмазы, растерял все свои деньги, потерял всех своих людей. В общем, изуверился и больной вернулся назад и узнал с удивлением, что участок и ферму, которую он продал, будучи фермером, оказалось центром алмазной промышленности всего мира. Именно на этом участке было бы полно алмазов. Что ни камень в ручье, что ни камень на поле, это все были алмазы. Он просто под носом взялись смотрел. Кругом алмазы вокруг нас. Под носом надо искать алмазы, а не искать их в Новой Зеландии. Может быть, там тоже есть, но это же совершенно другие алмазы. Их там если один, да как его достать, да как извлечь. Вот они рядом. Вот они рядом. Сетевой бизнес. В этом наше счастье. Ищите алмазы у себя под носом. Дальние поля не зеленеют. Всего вам доброго.